Друзья, я прочту текст Писания, тот текст, который в основе сегодняшнего дня лежит, и завтрашнего, вот этого общения. Только я прочту его немножко шире. Буду читать Псалом 95. Вот перед нами этот текст, специально заготовили. Псалом 95, я прочту первые три стиха. И четвертый стих, только первую мысль в четвертом стихе. «Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля, пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасения Его, возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его, ибо велик Господь». Братья и сестры, этот стих, он к кому направлен? Вот то, что я прочитал. То есть автор этого Псалма призывает к чему-либо, кого-либо, кого. Посмотрите, братья и сестры, как здесь написано. «Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля, пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасения Его». Братья и сестры, здесь есть вот это слово «вся земля». То есть это призыв ко всем людям, которые живут на земле. Вы знаете, вот Евангелие от Матфея, последняя глава, там, ну, последняя встреча Христа с учениками, Он им дает повеление проповедовать Евангелие. Ну, как это звучит? «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И все с вами во все дни до скончания века». Друзья, этот текст не без основания называют великое поручение в богословии и вообще в христианстве. Только не одинаково мыслят христиане. Это направлено только к апостолам или ко всем верующим. «Идите, научите все народы». Одни считают, что это апостолам, которые должны в разные страны пойти, а другие считают, что это ко всем. Друзья, текст, который сегодня перед нами, он немножко похож. То есть он призывает людей к трем вещам. К каким? Вы заметили? «Первое. Воспойте Господу песню новую. Пойте Ему вся земля». Братья и сестры, то есть всех людей на земле этот псалом призывает, во-первых, петь. Вы знаете, вот брат Юра выходит сюда и начинает вот по этому псалму пропение. Вот. Ну, я думаю, сейчас скажет про благословение, о чем брат Петр сказал, и вот пропели. Это еще и про всю землю. Думаю, сейчас все расскажет, и мне нечего будет проповедовать. Я выйду, скажу «Аминь, братья и сестры», помолимся, и все. Друзья, ну я так вот немножко обобщаю. Друзья, этот текст призывает всех людей на земле к трем вещам. Первое – это «Пойте Господу песню новую». Вот хор спел, и мы с вами тоже будем петь, братья и сестры. И, кстати, здесь написано «Каждый день». Думаю, вот к этому нам бы надо стремиться. Я знаю одну супружескую пару, они уже старенькие, он Божий служитель. Друзья, они каждый день, утром и вечером, и в обед поют. Ну вот, например, они уже пенсионеры, вот проснулись, и, ну, помолиться. Почитали Библию, помолились, а теперь споем. И поют. В обед они всегда молятся в обед. Собираются опять, там она свои дела оставляет, он оставляет. Ну, он почитает Библию, длинно не читает, но почитает, там что-то по теме подберет. Помолились на колени, а теперь споем. Вот, и так же и вечером. Я у них побыл не очень долго, два-три дня я у них побыл. Братья и сестры, каждый раз они молятся и поют. Вот я так не делаю. Когда был молодой, и жена моя, и дети малыши, мы пели, читали и пели. А потом перестали. И думаю, что плохо сделали. Но я у этих спрашиваю, вы поете ради меня? Ну, знаете, как бывает, когда дома гость, тогда старается все, чтобы было на пять с плюсом. И поведение, и воротничок. Поговичка застегнута, чтобы было. Вот. Я говорю, вы ради меня тут поете? Они говорят, нет, мы это делаем всегда. Написано, пойте ему каждый день. Друзья, мы сегодня будем много петь. И завтра тоже. И послезавтра тоже. Потому что послезавтра воскресенье. И в понедельник уже мы много нарушим. Друзья, у меня пожелание. Вот давайте постараемся почаще петь Богу. Потому что написано, вся земля, это значит, я и ты тоже. Друзья, второе повеление. Благословляйте Его каждый день. Благословляйте, брат Петр уже объяснил. Это говорит хорошие слова. Друзья, благословляйте также означает благодарить Бога за все благодеяния, которым нет числа. В 102-м псалме написано так. Благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний Его. Друзья, у нас есть за что Бога благословлять. Есть за что. Есть одна песня христианская, хорошая. Мне есть за что благодарить Творца. И если бы мы не уставали, это делать, братья и сестры. И полезно нам периодически вспоминать все благодеяния, которыми нас Бог окружил. Даже за то, что мы с вами еще живы. Большинство из нас не инвалиды. Мы имеем достаток. И сюда мы добрались, друзья. Бог нас питает и физически, и духовно каждый день. Поэтому мне есть за что благодарить Творца. Братья и сестры, но самое главное, мы должны Его благословлять за то, что Он простил все наши грехи. Я уверовал, когда мне было 18 лет. Я покаялся, и Бог меня простил. Друзья, а за 18 лет сколько я безобразия наделал? И ты тоже. А некоторые из нас уверовали за 50. И многие мы, даже будучи верующими, друзья, не секрет, не всегда делали то, что Богу нравится. И Он нас любил и прощал. И отвечал на наши молитвы. И отвечает на наши молитвы. И поэтому мы должны неустанно каждый день Его благодарить. Друзья, а третье повеление. Мы должны благовествовать. Написано во всех народах спасение Его. И величие Его написано, потому что Он велик и достохвален. Мы должны Его благовествовать, братья и сестры. И причем каждый день. Вы знаете, немножко есть у меня огорчение. Скажу какое. Ну вот, когда мы вот эти общения проводим, у нас всегда спрашивают, кто должен сюда приехать. Ну, опасаясь, что нам не хватит места, мы говорим, только те, кто участвует в благовестии, кто этим живет. Ну, имея в виду, соберется здесь народ и будут на улице стоять, и места им не будет. Вот так мы иногда думаем. Друзья, и тем не менее, если мы все должны благовествовать имя Господне, то здесь мы все и должны быть или нет. Друзья, в нашем братстве есть объединения маленькие и есть большие, а есть средние. Ну, например, большое объединение – это Сибирь. Большое объединение. Орловско-Курское большое. Харьковское большое. Маленькие объединения. Есть Северное, есть Одесское. В больших объединениях, друзья, это больше 6 тысяч членов церкви. В маленьких – это примерно 2 тысячи. Средние – это 3-5 тысяч членов церкви. Братья и сестры, на Кавказе уже больше 6 тысяч членов церкви. Я помню, когда-то было всего 4. Было 3 800 на Кавказе. Сегодня у нас уже больше 6 тысяч членов церкви. Скажите, сколько здесь людей должно собраться? Все. Если вся земля должна благовествовать, если мы все христиане, друзья, не секрет, что не все горят благовествием. Не все. Почему благовествие – это важно, друзья? Я некоторые тексты Писания прочту. Их не будет много. Мне разрешили проповедовать 30 минут. Я думаю, что я уложусь. Я буду прочитать некоторые тексты Писания. Послание к римлянам, 15 глава, 16 стих. Я прочту 15 и 16. Писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, поданное мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие благовествования Божия, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. Братья и сестры, здесь мысль непривычная, но я однажды об этом уже говорил. Однажды. Не помню, сколько лет это было, друзья. Хотя мысль непривычная, она немножко была новая. Апостол Павел пишет, что Бог ему поручил совершать священнодействие благовествования среди язычников. Оказывается, благовествие – это священнодействие. Вот эту мысль я немножко повторю ту, которую давно говорил. Друзья, для меня это самого было непривычно. Скажу почему. Потому что я служитель, я пресвитер церкви уже много лет. Кроме этого, братья и сестры, мне поручено рукополагать служителей. Ну, на Кавказе и не только. Рукополагать служителей. Но я к чему это говорю? Не к тому, чтобы сказать, вот я какой, уважайте меня и хвалите меня. А вот почему, друзья. Потому что, когда мы рукополагаем служителей, нас спрашивают, а какие у него обязанности и права? А мы говорим, братья и сестры, мы его рукополагаем на пресвитера. Это значит, он имеет право священнодействия. Или мы рукополагаем на дьякона. Мы говорим, он имеет право вот это, вот это, вот это. Но он не имеет права священнодействия. Вообще интересно, друзья. Здесь мы допускаем иногда сознательно или полусерьезную ошибку. Потому что под священнодействием мы привыкли понимать, это совершить хлебопреломление, это преподать крещение, помолиться с воздражением рук. Это с правом священнодействия. Друзья, Святое Писание мыслит несколько иначе. Священнодействие – это то, чем служат Богу священники при Доме Божьем. Любое служение для Бога, который совершает священник, это священнодействие. Или нет, братья и сестры? Если я священник, а написано «мы род избранный, царственное священство». Если раньше священником мог быть только потомок Аарона и никто больше, даже если ты из колена левя, но ты не потомок Аарона, священником не можешь быть. А если сильно хочет? Не можешь быть. Не можешь быть. А если из рода Аарона, но у него, скажем, какой-то дефект на деле, не можешь быть священником. Братья и сестры, вот мы здесь собрались, и мужчины, и женщины, дети Божьи. И Слово Божье говорит, что мы священники Всевышнего Бога. Все, что мы делаем в Доме Божьем, это священнодействие. И проповедовав Евангелие, апостол Павел сказал, «Бог мне поручил священнодействие, благовестие совершать». И он к этому относился очень серьезно. Потому что, братья и сестры, было сказано древним священникам, «Ты и сыны твои с тобой», это Аарона было сказано, «понесете на себе грех за небрежность в священстве вашем». Вот как это было серьезно. Друзья, и в Святом Писании есть примеры очень яркие. Два священника принесли пред Господа чуждый огонь. Возможно, это было неосторожно. Возможно, это было неспланировано. Они принесли пред Бога чуждый огонь. Бог их поразил за одну секунду. Вот что такое небрежность в священнодействии. Бог их поразил за одну секунду. И поэтому относиться к священнодействию, друзья, мы должны аккуратно. И мы должны ценить то, что Бог нас нашел в этом мире. Давайте вспомним, как мы жили, когда были неверующими. И теперь Бог нам поручил быть священниками в этом мире. Церковь Христа – это царство священников. Друзья, и священное действие мы должны совершать осторожно, старательно и аккуратно. И аккуратно. И в деле благовестия тоже. И если мы не выполняем то, что Богом нам поручено, друзья, в сущности мы теряем то назначение наше, к которому нас призвал Бог. Если священник не хочет работать, братья и сестры, если он не выполняет то, что он должен выполнять, ну а какой же он тогда священник? Какой же он священник? Братья и сестры, не секрет, что в церквах часто дело благовестия стоит не на первом месте. Хотя назначение церкви, как я понимаю, самое главное – это нести людям Евангелие. Это самое главное назначение церкви – евангелизировать окружающий мир. Но не секрет, у нас находятся вещи второстепенные. Второстепенные. И в некоторых церквях о благовестии вообще речь не идет. А если идет, как далеко не о самом важном служении в нашей жизни. Вот так. Поэтому, братья и сестры, вот я и хотел об этом сказать, чтобы мы к этому вопросу относились как к священодействию. Это не менее важно, чем потомок Аарона приносил Богу жертву всесожжения. Или жертву за грех, или за себя, за народ, или за кого-нибудь. Это не менее важно, чем он в храм ходил совершать там какое-то служение. Это более важно даже. Священное действие – благовестие. Братья и сестры, почему служение благовестия – это очень важно? Потому что служение благовестия, я читаю второй текст Писания. Что же это? Первое послание Фессалоникийцам, вторая глава. Здесь написано, четвертый стих я прочту. «Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам в благовестие, то мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши». Братья и сестры, здесь стоит такое слово – «Бог удостоил нам, верил нам в благовестие». «Удостоил», братья и сестры, здесь есть элемент доверия. «Бог мне доверил и тебе доверил, дал право, чтобы мы благовествовали Евангелие». Друзья, это очень серьезно. Можно сказать, кто я такой, что Бог мне доверяет благовествовать. Павел именно так, он применяет вот это слово – «удостоил». Здесь есть даже элемент почета, что Бог удостоил. Братья и сестры, когда нас кто-то чем-то удостоил, ну, скажем, какой-то серьезный, важный человек, начальник, ну, удостоил, почтил чем-нибудь, ну, я думаю, какое состояние возвышенное может быть в нашем сердце. Вы знаете, начинали мы свою семейную жизнь с женой в Краснодаре. У нас там была квартирка, и поскольку мы люди незаметные были, вот, то, ну, нашу квартиру использовали как конспиративную квартиру. То есть иногда там появлялись братья на какие-то совещания, братья были на нелегальном положении, Гриорий Васильевич чаще был участник этого, но не только он и другие братья появлялись. Иногда там собирались братья и проводили какие-то совещания. И бывало, оставались на ночь. А у нас там, в общем-то, и места было не так много, но было удобно то, что нас никто не знал. Нас не знали власти. И вы знаете, братья и сестры, с каким восторгом и трепетом мы воспринимали вот то, что нас удостоили эти братья, что пользовались той площадью, которую мы имели. Мы к этому с великим трепетом относились. И даже были моменты, что мы братьев спать уложили, друзья. А нам даже спать не на чем было. Даже на пол нечего было бросить. Но мы это с восторгом с женой воспринимали. И утром шли на работу, уставшие за эту ночь. Павел пишет, «Бог нас удостоил благовестия». В одну семью принесли братья. Ну, братья приехали и оставили чемодан литературы. Ну, а раньше, знаете, как было? Ну, литература, отпечатанная в издательстве «Христианин», если у тебя найдут, то тебе тюрьма. Даже не чемодан. Вот такую стопку журналы «Вестник истины» найдут, там штук 15, то тебя могут посадить в тюрьму. И вот братья приехали и говорят, «Можно сделать так, чтобы несколько дней у вас полежал чемодан литературы?» Ну, как нельзя? Конечно, муж и жена очень удивились. Они не были молодыми очень, они очень удивились. Конечно, можно. Оставили чемодан, сказали, через неделю заберем. И мне рассказывал тот брат, который был участником этого чемодана. Ну, потому что он потом был в курсе. И вот, а чемодан спрятали в сарае. И легли спать. А муж, ну так, все, не спится. Он же говорит, слушай, ты представляешь, какое нам оказали доверие? Чемодан литературы. Давай помолимся. Они стали на колени, помолились. Потом еще раз помолились. А потом он говорит, слушай, все-таки нехорошо. Все-таки в сарае чемодан стоит. Надо его в дом занести. В дом занесли, спрятали под кровать. Вот, легли спать уже. Слушай, давай помолимся. Еще раз помолились. А потом он ей говорит, слушай, а все-таки нехорошо. Мы с тобой на кровати, а чемодан под кроватью. Это нехорошо. И вы знаете, они взяли чемодан и положили на кровать. А сами на полах постелили. Братья и сестры, этот рассказ, он смотрится почти как ирония, почти как какая-то выдумка. Это разве так? Это же глупость. Вот так вот мы можем рассудить. Братья и сестры, люди так воспринимали доверие. Я помню, мне однажды поручили развести срочные сообщения. Вот здесь вот, по краю Краснодарского. Братья и сестры, как мы тогда к этому относились? Меня удостоили развести срочные сообщения. Один раз Григорий Васильевич удостоил меня купить ему билет. Билет на самолет. Братья и сестры, я воспринимал, меня удостоили. Друзья, мы читаем, Павел пишет, Бог удостоил нас, верил нам проповедовать Евангелие. Вот как относились к этому служению люди раньше. Друзья, третий текст Писания читали. Первое послание Коринфянам, девятая глава. Здесь так написано. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. Братья и сестры, благовествие, Павел пишет, это необходимая обязанность моя. Вот в некоторых церквах, ну во всех церквах, когда готовят крещаемых, обычно делаем как будто такие маленькие курсы, ну там месяц, два. В некоторых церквях полгода крещаемых готовят. Вот и иногда предусматривается одна тема. Это права и обязанности члена церкви. Ну что он имеет право делать? Он будет членом. И какие у него обязанности? Братья и сестры, и перечень обязанностей самый разный. Ну, например, он обязан посещать собрание. Скажите, а если он эту обязанность не выполняет? Ну, не ходит в собрание. В среду, в воскресенье. Ну, иногда появляется, скажем, в два месяца один раз. Хотя и не очень далеко живет. Но мы говорим, это обязанность. Написано, не оставляйте собрание своего. Друзья, это обязанность или нет? Не оставляйте. Безусловно, обязанность. Братья и сестры, Павел пишет, благовествовать, это необходимая обязанность моя. Если человек собрание не посещает, что будет с ним? Его возьмут на замечание. Или нет? Возьмут на замечание. Сначала побеседует, а потом, и он продолжает отлучать от церкви. Потому что это необходимая обязанность. Но Слово Божье говорит, благовествовать, Павел, это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествуют. Возьмут на замечание или нет? Меня не благовествуют. Да нет, не возьмут. И тебя не возьмут. И, скорее всего, выговаривать жестко не будут. Братья и сестры, потому что к этой обязанности бывает не такое отношение. Ну, не благовествуешь, ну, вроде того, что и беды больше нет. Пусть Петр Костичев благовествует, потому что он благовествует. Или кто тут еще рукоположенный благовествует, вот и пусть благовествует. Это их необходимая обязанность. Братья и сестры, Павел пишет, «Горе мне, если не благовествую. Если делаю это добровольно, буду иметь награду. Братья и сестры, а если не добровольно? Если я благовествую, но не добровольно. То, что благовествую, хорошо. Павел говорит, даже если притворно благовествую, я все равно радоваться буду. Но написано, буду иметь награду. А если не добровольно, Только исполняю вверенное мне слушание Ну кто-то скажет, ну и ладно И без награды проживем на небе Не секрет, что многие христиане думают так Лишь бы в рай попасть А без награды, то не беда Лишь бы не в аду Братья и сестры, многие так думают И говорят, ну вот на бизнес сам спасется Церковь потерял, а сам спасется Как бы из огня И беды вроде того, что нету Друзья, я думаю, когда наша жизнь закончится Вот тогда и поймем Тогда и поймем Павел говорит, подвигом добрым Я подвязался, течение совершил И веру сохранил А теперь готовится мне венец правды Но не только мне Братья и сестры, всем верующим венец правды готовится или нет? Не всем И Павел пишет, не всем Написано, если делаю это добровольно Буду иметь награду И когда наша жизнь закончится Вот тогда мы поймем Насколько важно было делать то Что Бог нам поручил И горе тебе Если не благовествуешь И мне тоже Горе Ну а какое, друзья Наверное, для меня это тяжело сейчас Вот так вот широко о горе говорить Но это и в планы мои Сейчас не входило О горе Я хочу, друзья, чтобы не было горя Да, страдания будут Иногда страдания горе называют Друзья, страдания чаще Это не горе Горе, если ты не благовествуешь Илья Вот это горе В книге Откровения Горе, горе, горе Несколько раз Почитайте, какое там горе будет Горе, если не благовествуешь Это необходимая обязанность моя Друзья, я читаю следующий текст Писания Первое послание Коринфянам Первая глава Здесь написано так 18 стих И 17 17-18 Ибо Христос послал меня Не крестить, а благовествовать Не в премудрости слова Чтобы не упразднить креста Христова Ибо слово о кресте Для погибающих Юродство есть А для нас спасаемых Сила Божия Братья и сестры Вот здесь вот очень Очень в тему Павел пишет Очень важно Он говорит Не в премудрости Благовествовал Не в премудрости Хотя умел Умел Друзья Чтобы не упразднить Христа Креста Христова Он старался Благовествовать И поясняет Потому что Слово о кресте Для нас спасаемых Сила Божия Почему сегодня Слабое христианство Братья и сестры И некоторые говорят Так положено Ангелы филадельфийской церкви Напиши Ты немного Имеешь силы И вот он мне говорит Так положено Сегодня время Последнее Даже в откровении Написано Ты немного Имеешь силы Вот такая наша участь Немного Имеет силы Братья и сестры Как вы думаете Богу нравится Если мы слабые христиане Или нет Он так планировал Что в последнее время Будет слабое христианство Я не думаю Написано Бог твой Предназначил тебе силу Вот что Бог хочет Братья Чтоб мы были Сильные христиане А где силу брать Ну мы скажем Библию надо читать Каждый день И правильно И Библию надо читать Братья и сестры Надо не только Библию читать И не пропускать Собрания И конференции посещать И общение Молодежное И немолодежное Братья и сестры Чтобы иметь силу Надо Благовествовать Потому что Слово о кресте Это Сила Божия Для нас Спасаемых Это сила Человек Который Благовествует Друзья Он будет Укрепляться Силой Он будет Обновляться В силе Друзья Когда человек Работает Бог ему силу Больше дает Потому что он Работает И завтра он будет Еще больше Работать И еще более Сильнее Будет Становиться Ну кто-то Скажет Ну это может быть И Нельзя Толковать Так Друзья Я еще один Текст Почитаю Вот просто В подтверждение Пока этой мысли Это послание К римлянам Тоже Первая глава Написано Ибо я не стыжусь Благовествования Христова Потому что Оно Есть Сила Божия Братья и сестры Я не стыжусь Благовествовать Потому что Оно Есть Сила Божия Благовествования Христова Вот почему Павел был Сильный Служитель Христа Сильный Потому что Он Благовествовал И здесь Написано Сила Божия Не только Чтобы Я Укреплял но ко спасению всякому верующему. Благовестие, друзья, слово о кресте, слово Божие, оно сильно преображать жизнь человека. Павел пишет, у вас много наставников, но мало отцов. Я родил вас во Христе Иисусе. Братья и сестры, кажется, Павел, нельзя так писать, что ты родил, Дух Святой родил. Павел пишет, я родил вас через благовестие, благовестием родил. Друзья, сегодня весь мир занимается тем, чтобы преобразить греховную сущность человека. Посмотрите, сколько сегодня разных заведений, сколько учебников, сегодня школьная система и все более совершенствуется. Друзья, но изменить природу человека никто не в состоянии. Но Павел пишет, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Я знал одного человека, который очень был увлечен спиртным, очень. Ну, больной был. Алкоголиком соседи называли. Друзья, несколько раз в ЛТП лечился. По 15 суток и все, и все, и все. Жена что-то и кодировать его пыталась, и все. И вдруг он покаялся. Потом он мне говорил, говорит, за одну секунду я стал другим человеком. Вот что такое сила Божия. За одну секунду. Сколько сегодня людей, друзья, вошли в образ Христа через личное раскаяние перед Богом, услышав слово благовестие. И последняя мысль. Я прочту книгу Откровения. 12 глава. Книга Откровения, 12 глава. Здесь написано про сатану. Написано. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю. И ангелы его низвержены с ним. И слышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его. Потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом день и ночь. Они победили его кровью Агнца, и словом свидетельства своего. И не воздебили души свои даже до смерти. Братья и сестры, они победили его словом своего свидетельства. Вот апостол Павел, братья и сестры, он пишет о всеоружии Божьем. Посланник Ефесянам в последней главе. Там и меч духовный, и щит веры, и чресла припаян, и ноги в готовность в главе Сын. Друзья, это немножко гармонирует с текстом. Они победили, сатану победили, друзья. Это очень сильный враг, очень сильный враг, очень опытный враг. Друзья, у сатаны опыт войны 6 тысяч лет. Только с людьми. А воевать раньше начал. И написано, они победили его словом своего свидетельства. А этому победителю может быть 20 лет всего. И как христианин всего 2 года. Но он может побеждать. Написано, юноши, вы победили лукаво. Да разве юноша может? Юноши даже могут побеждать. Саул Давиду сказал, ты еще юноша. А он воин от юности. И юноши могут побеждать самого сильного врага словом своего свидетельства. Как-то у нас жил один брат, молоденький. И вот вы знаете, он для меня был хорошим примером. Он каждый вечер уходил, приходил с работы, а вечером уходил на благовестие. Он решил так, каждый вечер после работы. Он выходит с дома, где-то ходит там по улицам. Не знаю, как он это делает. Я с ним не ходил никогда. Но с женой мы немножко так вот рассуждали. А все-таки хорошо поступает. Специально на благовестие. Однажды 10 часов его нету. 11, 12 нету. Час ночи. А мы же переживаем. Он же молоденький у нас живет. Появился. Где ты был, Александр? Как? А он рассказывает. Говорит, на меня напали хулиганы. Вот человек, говорит, 15. И окружили. И вижу, бить будут сейчас. А я уже смотрю на его. Как он? Целый, не целый. Я говорю, ну и как? А я им говорю, вы знаете, ребята, давайте я вам сначала что-то расскажу, а потом бейте меня. Ну, заинтересовались необычно. Да? Ну, расскажи. И он говорит, и я им три часа о Христе рассказывал. Три часа. А под конец они говорят, ну ты, мужик, молодец. Братья и сестры, а я бы так не смог. И ты, может быть. Написано, они победили его. Да, это только иллюстрация, братья и сестры. Нет, не выйду. Нет, это реальная история. Но это иллюстрирует, что благовестие, друзья, это оружие. Сильное оружие для победы над дьяволом. Посмотрите, как это серьезно. Не только дьявол был сброшен. Написано, и воинства с ним сброшены были на землю. И он клеветал, клеветник на братьев. А они победили его. Друзья, вот у меня пожелание такое, чтобы они победили его. Это про нас с вами. Потому что дьявол и сегодня, он не только клевещет. Он борется с церковью. Он борется с тобой. Разные искушения. Разные собладные. Сколько сегодня христиан падают. Они не одерживают победу над ним. Потому что, чтобы победить, написано, они победили его кровью Агнца и словом своих свидетельств. И не возлюбили души своей даже до смерти. Братья и сестры, наша жизнь закончится. В 25 главе Евангелия от Матфея, там написано, подошел и получивший два таланта, и сказал, господин, вот ты дал мне два таланта, я тебе и другие два таланта принес. И господин ему сказал, хорошо, хорошо. Братья и сестры, иногда мы, вот оценивая жизнь брата или сестры, можно сказать, хорошо или плохо. Или очень хорошо. Ты, слушай, Алексей, ты очень хорошо сделал. Друзья, наша оценка может быть ошибочной. Не ошибется он. Он знает наши дела. И когда мы придем перед ним, он скажет, точно. И вот этот принес четыре таланта. А перед ним только что принес десять талантов. А этот всего четыре. И может быть так вот съедет. А ему господин, говорит, хорошо. Молодец. По мере своих сил ты делал. И старался. И поэтому войди в радость господина твоего. Ты был верный в малом. Братья и сестры, пусть Бог нас благословит. Текст Писания, 95-й Псалом. Написано. Вся земля. Будем петь Господу песню новую. И благословлять имя Его. И благовествие Его всем народам. Пусть Он нам поможет в этом. Слава Ему за Всего. Аминь. Продолжение следует. Продолжение следует...